друзья мы всем привет это вода которую нам льет пропаганда с экранов телевизора это звук законов который нам предлагает госдума и вот столько терпения осталось у граждан российской федерации как вы уже догадались сегодня мы поговорим про самый крупный митинг в поддержку навального про отмывание денег в космических масштабах про укольчик для путина но это далеко не все о чем мы сегодня с вами поговорим с вами новости с антоном хардиным и мы сегодня о набалевшем а стойте стойте чуть не забыл еще я вам сегодня расскажу про прорыв в отечественном автомобиле строение хотелось как-то необычно начать и в итоге напился воды аж говорить сложно друзья мои ну шутки шутками перед началом просмотра хочу обратиться к сотрудникам которые смотрят этот ролик ребятушки в этом ролике я ни к чему абсолютно призывать не буду ролик создан исключительно в ознакомительных целях так что можете закрывать ну а вы дорогие мои я вас всех рад приветствовать и первое о чем конечно же хочется рассказать команда навального анонсировала очередной крупный митинг возможно самый крупный митинг который только будет в истории против репрессий коррупции и конечно же за освобождение навального дата митинга пока не озвучивается и сторонники оппозиционеры сейчас призывают всех неравнодушных отмечаться на специальном сайте каждому из вас нужно присоединиться к нашей компании на сайте открыто заявить о своей готовности выходить и бороться за будущее россии наша первичная цель 500 тысяч человек поясняют организаторы будет ли митинг согласованным или нет мы пока с вами не знаем но очень интересный ход сначала понять сколько человек готовы выйти на митинги реально не так что в соцсетях написали опрос провели и все а реально люди отмечаются на сайте показывают то где они находятся и организаторы понимают в каком городе примерно на какое число можно ориентироваться сейчас на экране вы можете видеть сколько человек зарегистрировалась на этом сайте в момент выхода данного ролика кто-то хочет выйти на митинг в поддержку навального кто-то против репрессий кто-то против коррупции воровства беззакония кто-то за свободу у каждого мотивы я думаю свои но вот общая цель все же одинаково я думаю не секрет что каждый из нас хочет чтобы наша страна нормально развивалась без воровства коррупции без каких-то репрессий против людей которые преступниками не являются и цель то по сути простая но как показывает практика она очень сложно достижимая потому что есть индивидуумы которым как говорится простите хоть сыглаза им все божья роса и я сидел тут и думал вот если сторонников навального можно назвать оппозиции то как тогда можно назвать оппозицию которая сейчас якобы является системной друзьям и я пришел простому и логичному выводу что партии которые считают себя и называют точнее себя оппозиционными считать и называть это разные вещи в них оппозиционности ровным счетом столько же сколько в сторонниках путина и вот как раз буквально нам партия кпрф это в очередной раз доказывает в государственной думе призвали привлечь оппозиционного политика алексея навального за предполагаемую клевету в адрес чиновников которых он обвинял в коррупции а также в адрес владимира путина последние годы в интернете иных средствах массовой информации появляются многочисленные материалы гражданина навального о злоупотреблениях и коррупции руководителей федерального уровня кпрф выступают против навального и призывают раскрутить еще одно а может быть несколько дел за клевету в адрес чиновников а за какую клевету стесняюсь спросить они хотят выписки из игрен проверить или что лишний раз убедиться в том что расследование навального достаточно честные оппозиционная партия и мне все больше начинает казаться что им в думе подливают какую-то неправильную воду приходит вроде человек в оппозиционную партию возможно оппозиционно настроенный но проходит какое-то время и он начинает поддерживать действующей власть вместо того чтобы как это повелось у оппозиции противопоставлять ей свои действия и давайте сейчас с вами просто вспомним какие у нас есть оппозиционные партии напишите в комментариях и напишите какие из этих партий по-настоящему оппозиционные сколько мы их насчитаем давайте вместе считать следующее о чем хотелось бы поговорить это характерный пшик при открытии бутылки с минералкой именно такой звук издают популистские законы которые с целью увеличения рейтинга пытаются принять на окануне выборов репрессивных законов понапринимали а сейчас пытаются сделать что-то действительно хорошее казалось бы но есть очень много но правительство россии внесло на рассмотрение госдумы законопроект согласно которому генпрокуратура сможет изымать у чиновников их жен и детей средства со счетов если сумма этих средств превышает доход семи чиновника за последние три года и что-то мне подсказывает что данный законопроект принят не будет причем не будет он принят не только единой россии но еще и скорее всего оппозиционными партиями почему ответ вы конечно же на это знаете сами и знаете по сути по сути закон то хороший хоть и в рамках данного временного промежутка он очень очень популистский смотрите поясню в то время когда только заговорили о борьбе с коррупцией это первый закон который нужно было принять вот прям сразу же и любой нормальный оппозиционно настроенный человек в первую очередь говорит об этом поймали за руку нашли факт коррупции изъяли все у ближайших членов семьи полностью изъяли посчитали сколько он там действительно мог зарабатывать это оставили остальное все изъяли ну и по-хорошему бы конечно мизинчик чикнуть а лучше всю руку чтобы не повадно было и запретить заниматься какой-либо общественной деятельностью вообще но так как этот закон предлагается за несколько месяцев до выборов мы с понимаем что сейчас расскажут это по телевизору что это размусолит но 99 процентов что принято это не будет но в то же время госдума одобрила во втором чтении проект о праве президента вновь баллотироваться на два срока а данный законопроект я уверен он будет принять также в третьем чтении и как вы думаете оппозиционно настроенные депутаты будут голосовать за или будут голосовать против и я хочу еще раз обратить ваше внимание что ни одна из этих поправок она не ухудшает положение действия и ограничения и большинство из них действительно они связаны синхронизации законодательства и устранение правовых пробелов этот закон примут и примут большинством голосов и среди проголосовавших за уж поверьте на слово будут оппозиционные депутаты но что со сменой власти никто не хочет слетать с нагретых мест в том числе и оппозиция которая также питается за счет бюджета что думаете жириновский хочет чтобы его доходах копались и чтобы нашли какие-то несостыковочки или зюганов может быть или еще кто-то что думаете они хотят сменяемости власти думаете они хотят чтобы приняли законы которые их же по сути могут и разоблачить нет только не в россии и узнаете кстати говоря о коррупции и воровстве обещал вам рассказать про космические масштабы пожалуйста счетная палата россии выявила в госкорпорации роскосмос нарушение более чем на 30 миллиардов в роскосмосе к сожалению снова находим нарушение больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год это разного качества там где-то бухгалтерский учет где-то есть нацелевое где-то есть нарушение норматива финансирования в многих программах промышленности и других в 2018 году кудрин уже называл роскосмос рекордсменом по масштабу сворованных из бюджета денег тогда он заявил что омертвело очень много средств поступивших на баланс роскосмос но кроме того несколько миллиардов утрачено то есть по сути сворованный говорил кудрин в то время как илон маск запускает свои корабли к марсу у нас в роскосмосе кто-то запускает руки федеральный бюджет а по сути в карманы налогоплательщик 30 миллиардов рублей вы только вдумайтесь 30 миллиардов не за все время а за год это поистине космические масштабы воровства до суммы потраченные на апарт-отель конечно не дотянет но и апарт-отель строился не один год и как думаете что сейчас шапки полетят рогозину прилетит или еще кому-то знает конечно кошка чье мясо съела но так же кошка знает чья рука и это мясо туда положила и чья рука от этого мяса отщепнула себе больший кусочек и прежде чем рассказать вам о прорыве в отечественном автомобилистроении пару слов про прививочку для путина сегодня все без исключения пропагандистские сми в один голос начали кричать что путин привился вот это да вот это событие пойманный карандаш поход в тайгу а теперь решающий удар это прививочка ну или как путин бы вспомнил слова из детства вова вава но меня больше сейчас интересует не пропаганда меня сейчас больше интересует то как это было подано путин привился одной из трех отечественных вакцин не было названо какой и вы сами сейчас должны прекрасно понять зачем это было сделано пару секунд на размышления раз два кто догадался догадались правильно сделано это было для того чтобы те кто сидят с открытым ртом у телека и сильно жмут на кнопки разом не побежали ставить именно ту вакцину который привился их любимый президент это сделано только для этого и не более того а почему это было сделано не на камеру почему это было сделано если сделано в закрытом от публики режиме так это потому что пропаганда уже растрезвонила что зеленский якобы с голым торсом поднимает себе рейтинги возможно в смелых мечтах владимира ясносолнышка были такие планы также воссиять своим голым торсом перед любимыми старушками но так как идею уже похерили делать это было категорически запрещено поэтому единственное что осталось сделать и это конечно очень логично сделать все в скрытом формате и сказать мы не можем вам сообщить что это была за вакцина но все они хорошие выбирайте любую на вкус и цвет все фломастеры разные а теперь приятная радостная патриотичная новость автоваз представил мультимедийную систему enjoy pro нового поколения для автомобилей lada lada enjoy pro представляет собой связку из 8-дюймового сенсорного hd дисплея ips матрицей и аудиосистемы разработчики обещают регулярные обновления программного обеспечения а также возможность анализа предпочтений пользователя разработчики подчеркивают что достоинство системы в ее универсальности что она объединила в себе яндекс авто и apple carplay и android auto что там есть уникальнейший набор приложений с музыкой навигации голосовым помощником и даже управлением кнопками на руле вот это достижение но больше всего мне понравилось следующее технология объемного звука обеспечивает точное и естественное воспроизведение музыки с учетом материалов отделки салона характеристик динамиков и расположение их в автомобиле система была настроена с учетом архитектуры и объема салона каждой модели лада в которой он будет использоваться вот так с учетом материалов отделки салона то есть вот эта вся система будет подстраиваться под каждый скрип при прослушивании музыки автолюбители больше не будут слышать как гниет их любимый автомобиль или как разваливается он на ходу вот это достижение да к с этого и нужно было начинать и тогда не нужно было ладу весту придумывать клепали бы семерку доклепали бы самое главное акустику хорошую поставить на этой штукой давно пользуются все пацаны с района ставят самую громкую музыку которая только есть и катаются а то что где-то там сзади отвалилась не слышал и ладно а сейчас будет блог который я днем ранее снял до вас но не смог его уместить в прошлый выпуск хочу вам рассказать про силовиков точнее даже не сколько про самих силовиков а про их двойные стандарты и путин и все силовики нам с экранов телевизоров говорят о том что пропаганда наркотиков это плохо это ужасно что наркотики это плохо и с их позиции я совершенно согласен но дело в другом я хочу вам показать именно двойные стандарты сегодня я листал youtube и мне в рекомендациях выпало несколько выпусков кв на подряд скорее всего ю тубе был какой-то сбой и поначалу я не обратил внимание пролистал дальше но потом меня задней мыслью осенило я вернулся и что же я вижу открываю ролик ролик называется квн голустян бонифаций торгует наркотиками официальный канал квн 5 и 3 миллиона подписчиков как я заметил по декорациям ролика 2001 года но добавлен он был 24 марта 2012 и он до сих пор не удален я вам не хочу показывать этот тупой сортирный юмор в двух словах лев бонифаций детям продает наркотики и тут же отмотав новости примерно на полгода назад стоит вспомнить о том что девочку привлекли к ответственности за то что она носила носки с коноплей а в данном случае официальный канал квн и ролик продолжает распространяться по сегодняшний день и он еще и попадает в рекомендации да где же борьба а где же борьба конечно я понимаю что в то время когда этот ролик выпущен был такой борьбы еще не было но смотря на то как неугодных привлекают очень-очень задним числом к примеру как фургала куда про него мы тоже сегодня поговорим то становится понятно что борьба идет именно с оппозиционными силами но когда речь касается пропагандистских каналов пропагандистских передач то их мы трогать не будем вы не понимаете это совсем другое и вот к примеру самые интересные новости за последние дни из мира абсурда в силовых структурах и первая новость ставрополе суд оштрафовал семилетнего мальчика за долг по коммуналке вникать я в подробности не буду новость совершенно тупая и мальчика оштрафовали на 765 рублей семилетнего ребенка какая разница кого штрафовать лишь бы штрафовать вторая новость более странная и страшная в мвд сообщили личность пнувшего маргариту юдину полицейского не установлена оказывается что правоохранительные органы не нашли силовика который в питере 23 января и мы все видели эти жесточайшие кадры пнул женщину в живот самое интересное что он потом приходил извиниться и этот приходивший извиниться некий коля получается вроде силовика нашли вроде он сам приходил извиняться но потом когда его решили привлечь к ответственности его не нашли так что это получается человек без вести пропал давайте в розыск объявим а нет не найдут но это же страшно наша полиция нас стережет но дела у наших сыщиков есть гораздо важнее александр бастрыкин председатель следственного комитета российской федерации в интервью риа новости заявил что нужно установить и осудить всех нацистских преступников всех кто причастен бесчеловечному отношению к населению геноциду убийство мирного населения военнопленных должны быть установлены и осуждены а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке в рядах собственных структур мвд не могут найти своего же сотрудника а здесь он говорит о делах минувших лет во первых интересно на каком основании это будет происходить но юридическая часть вопроса тут не самое интересное но во вторых почему сейчас и в каком формате это будет и почему перед выборами смотрите как они перед выборами начали патриотическую тему расшевеливать создавать имитацию бурной деятельности но из хороших новостей я вам рассказывал что задержали губернатора пензенской области за то что он взятки брал и дома у него нашли более 300 а по данным разных источников около полу миллиарда и задержали то задержали это все понятно но больше всего меня интересует реакция жителей пензенской области знаете что они сделали да ничего соцсетях они говорят о том что но это рядовое событие обычная в путинской россии а знаете что смешно когда были выборы этот губернатор набрал 78 процентов голосов и когда его повязали люди не вышли на стихийные митинги как это было в случае с фургалом спешу напомнить что фургал в свое время набрал почти 70 процентов голосов если поставить на чаши весов эти два события становится понятно где действительно народный избранник а где были накручены голоса и где были вбросы бюллетени вот и все реальные рейтинги они рано или поздно в любом случае до всплывают это еще раз показывает адекватной части аудитории как у нас происходят все эти выборы друзья мои и если вам понравился сегодняшний ролик обязательно подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы получать уведомления потому что youtube последнее время действительно очень сильно рубит просмотры ставьте лайки дизлайки проявляйте любую активность пишите комментарии мне очень интересно знать что вы думаете по этому поводу у нас с вами были новости с антоном хардиным я не прощаюсь